Доброе утро, народ! У нас утро, время 11 часов, но я уже успела цветы полить, подкормить, орхидейки поправить. Я вам покажу свои орхидейки, когда хоть одна из них расцветет и покажу, что там у меня с ними происходит. Еще одна радость, ребят, у меня первый цветок пустил декабрист, тоже расцветет, обязательно покажу, пока он еще в таком бутоне, короче, не открылся. Вот, на улице холодно, минус один, ветер, дома при батарее немножечко притухли, то есть температуры стало меньше, поэтому в доме так, я не скажу, что холодно, но свежо. Вот, я, значит, походила вчера по очередям, постояла, мне нужно добиться в один банк, не могу там с ними решить один вопрос. Вот, и, видимо, где-то в очереди какую-то бацилочку ко мне, какая-то маленькая бацилочка залетела, но Витя ее убивает, добивает. Я пью, даже есть такое средство от горла, от носа, от кашля, перетинки, перетинки из грецкого ореха, перегородки по-русски, значит, и залитые они водкой. Вот это вот я беру чайную ложечку, и оно мне по горлу, Степа, бесится Степа, и оно мне по горлу, по горлу протекает, стекает, ну, скажем так, процедура не очень приятная, но ради выздоровления, нет, я не заболела ни в коем случае, просто чувствую такой, знаете, маленький синдромчик ОРЗ, и поэтому его надо на корню бить, убивать, 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 потому что там же праздник предстоит в субботу, Данечке год. Вот, и еще одна новая, значит, созвонились с твоей родной сестрой, они буквально на часик, на полтора ко мне заскочат, они тоже едут по делам с невесткой и с сыном, вот, сварю, они будут голодные, я уверена, потому что им нужно быть голодными, едут они на такую процедуру УЗИ. Вот, и, значит, подварю я супчик легкий-легкий-легкий с этими, клетки, галушки, ну, в общем-то, по-украински галушки, буду суп с галушками, вот это же. И поэтому я наготовила овощи все сразу, они у меня вот замоченные, сейчас буду крошить лучок для зажарки, картофель, потому что вода вот-вот уже закипит, буду отправлять картошечку с лавровым листиком в первую очередь, а потом закину к галушке и будет у нас суп обалденный, легкий главное и чисто украинский. О, лучок мелко режу на зажарку, зажаривать буду на подсолнечном масле с добавлением небольшого кусочка сливочного масла, даже не на шкварках, вот так. С пылу с жару, знаете как, все равно с дороги хочется горячего посербать, вот, ну, они где-то будут после обеда, ну, мы плотно позавтракали с Вики, сегодня варила на завтрак пшено, пшеняную кашу на воде, вкусно, просто соль, вода, сливочное масло и кашка, действительно очень вкусно, золотая каша, но это пшено считается женской крупой, для женщины оно очень важно, полезно и нужно, поскольку там есть очень много кальция, калия и железа, именно в этой пшеняной крупе, она самая-самая полезная со всех круп, ребят, да, между прочим, почитайте и увидите это сами. Водичка закипает, сковородочка для зажарки готова, сейчас будет супец. Здесь еще потрется морковь, все-таки морковь я сегодня решила потереть на вот такой корочке. У нас есть один банк, называется он «Приват», это, я не знаю, как у вас, но у нас попасть к работнику банка, это жуткая проблема. Короче, как я не зайду, там до 10 человек народа, а операторов всего лишь 2, или они, как они называются, или оператор, или, ну, просто работник, там их называют, специалист, что ли. Ну, каждого человека минут 20-полчаса она принимает, и если очередь впереди 9, 10, 12 человек, 6 по-разному, то есть, ну, час-два, понимаете сами, что нужно простоять. И я вчера понадеялась, что я попаду, уже буквально осталось человек 5 впереди, думаю, ну, выстою, выстою. Потом раз выходит одна женщина, говорит, одна ушла. Думаю, да нет, идите-ка вы пешком по лесу, повернулась и ушла. А в это время, видимо, я дыхнула чем-то там, была женщина такая в годах сидела, прокашливала. Кашливала, ну, не могу грешить я на эту женщину, кто из них кашлял, но что-то где-то залетело. И вот этот банк меня настолько поражает, что я говорю, боже мой, там 5 рабочих столов для специалистов. Я понимаю, что сейчас не то время, сейчас не это, но, в принципе, вроде как все понимают, что скопление, ну, сейчас не нужно совершенно. А там все наоборот, все точно так же, но наоборот, скопление сумасшедшее, очереди постоянные, что в кассу, что к операторам, но в кассу еще более-менее можно попасть. Вот, банкоматы-то работают, а внутри находятся специалисты и касса, которая с человеком, не с роботом сидят, девчонки. Ну, короче, и вот так я уже не могу попасть энное количество дней, долго очень. Ну, бог с ним, то не есть проблема. Хочу, чтобы супчик мой был с запахом перца болгарского, поэтому у меня еще перец есть, мы тогда с Витей накупили на крытом рынке. Вот, поэтому, думаю, добавлю зажарочку, он будет ароматнее, вот, и вкуснее. Юля отзвонилась, у них снова света нет, уже не пока нормально, слава богу, у нас тоже, как видите, я работаю, значит, свет есть. Так, лук, 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 ой, люблю запах лука, все пустит, пылает. Барковочку добавляем, перец пока оставлю, перец в самом конце добавлю. Я вот этой теплушечке, ребята, опять, так что, ой, глаза, лук. Короче, повар, Елена повар называется, с утра пораньше. Так, картошечку тоже не крупно, буквально, знаете, как суп будет такой быстренький, легенький, поэтому мелким кубиком режу картофель и закидываю его в кастрюлю до полуготовности. Потом сделаем галушечки с одного яйца. Вот так. Спасибо вам за комментарии, за лайки, за новых подписчиков, очень-очень рада. Так, что-то все у меня падает, все летит, лук жарится. Ну, вот сейчас такое состояние, что надо было делать все быстро, коль уже у плиты, то надо готовить быстрее, потому что в любое время могут отключить свет. Все, картофель отправляю в кастрюлю. Зажарочка готовится. О, пахнет. Еще одна. Так, и галушки, галушки делаю на домашнем, на домашнем яйце, опять-таки все это передавало мне, спасибо большое. О, какой красненький желточек, прям за муку ушла. И вот она, я все, зажарку выключила, перчик ушел. Ему просто надо смягчиться, чуть-чуть, чтобы он был мягеньким. И кусочек сливочного масла добавим. Так, яйцо надо подсолить. Вот так. Немного муки. И сделаю такое тесточко. И не густое, и не жидкое. Ну, сейчас увидите сами, оно такое должно быть, небольшим помочком. Чтобы выбирать ложечкой. И кидать в кипяток. Нужно было, конечно, сделать и на столе раскатать, типа, лапши. Но что-то мне вот хочется именно, как раньше, как в детстве, галушечки. Ну, какие желтые, да? Что такое, значит, домашнее яйцо, правда? Так, еще чуть-чуть, чуть-чуть. Так, еще чуть-чуть. Все, галушечки готовы. Постоять немного. Муку можно уже убрать со стола, можно стереть. Зелень у меня в заморозке добавлю. Сейчас зелень и сок готов. Но сначала надо кинуть галушки. Ох, 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 эти болячки наши. Где они берутся? Ну, носоглёдка такая, знаете, как чуть-чуть воспалена. Ну, таблеточки пропила, все, что нужно, сделала. Ветер вечером растер меня. У меня там специально есть такие мазюки разные. Вот, супчик, супчик, все. Зажарку убрала. Вот, теперь я еще хочу протушить, протушить картошечки. Немного буквально прямо в сковородке, знаете. У меня есть кусочек почеревка. Я его сейчас меленько порежу, пережарю. С большим количеством лука, моркови, всяких для картошечки специй. Мелко покрошу картошечку и прямо в сковороде протушу. Вот, порежу капусточки квашеные и обед будет готов. И еще пожарю рыбки, которая называется корюшка. Она у меня уже посолена. Вот, осталось ее поджарить. Сейчас буду жарить и все вам покажу. Вот такими длинненькими стежечками мне хочется красиво, чтобы оно было в нарезке. Знаете, как в тарелочку, не именно квадратика, а вот такие длинненькие. Они пережарятся до коричневого цвета и будет смотреться в картошке очень-очень хорошо. Видите, ехать Свете далековато к нам, и поэтому была запись к врачу на 11 часов. Нет, даже на 10. Я говорю, не, 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 не успеют. Они успеют к часу, поэтому... И у Светы, видимо, выключили свет, не могу к ней дозвониться. Потому что я договорилась и за нее тоже. Им надо обеим девчатам моим на УЗИ. Ничего, есть надежда, что вот-вот включат свет. Так, картошечка закипает. Так, что, 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 что? В сковородку выкладываю я вот эту вот красоту. Включаю еще одну плиту. Сейчас, сейчас, сейчас. Зарапортовалась. Вот моя корюшка солится. Включаю плиту. Тут размораживается. Ну, короче, знаете, как пошла жара, называется, на кухне. И я сделаю не одно блюдо, а сразу три. Все вместе. Во как. Тут жарится, тут парится, тут шкварится. Тогда режем лук для картошки. Полукольцами. У меня есть приправа для картошки. Добавлю ее туда и будет очень вкусно. А в суп добавлю. У меня есть приправа для перших, а других страв. О, все. Других страв. Добавлю это в супчик. Зелени побольше. Закипел супчик. Кидаем лавровый лист. У меня тут так все припрятано. Все компактно. Так, все, выключаем на чуть-чуть поменьше. И выключаюсь. И все, что я сделаю, я вам с удовольствием покажу. Ребятки, ну я, как всегда, все успеваю. Время половина первого. У них на час только запись. У нас еще есть время для того, чтобы поставить в зале стол. И будем обедать. Вот такой суп. Да, с гостями, понятно. Суп с галушечками. Ароматный, вкусный. Это корюшка жареная, с пылу с жару. Пойдет также мой пирог, который я вчера делала с мясом. Вкусный, мне понравился. Тесто хорошее. Открыли огурчики, помидоры. Слава Богу, все рядом. В гараж ходить не нужно. У нас собственный гараж есть. Только не на улице. Это наша квашеная капуста. Также квашеные яблоки из бутылька. Бомбезные, вкусные. Просто нарезочка. А это получилась картошечка по-домашнему. Сверху покрошила чесночок. Он позеленел от пару. Но она очень ароматная, с почеревочком. Картошка по-домашнему. У нас все по-домашнему. Будем ждать гостей. А Витя сейчас перехватит, потому что время уже обеда. А я нанюхалась и пока не хочу. Пока поставлю стол. Пойду посмотрю, что делает Степанка. Знаете, когда ждешь гостей, хочется, чтобы, ну, по крайней мере, был порядок. У меня всегда порядок, в принципе. Но все равно, где-то что-то может лежать не так, как нужно. Или где-то пыль где-то в уголочке. В общем, пробегусь своим хозяйским глазом. Просмотрю все. Витюшка уже в ожидании супа. Ой, а сумочек падает. Галушечки. Галушечки. Все вспоминаю. Кино. Там Иван Николаевичук. Козак Василь. И это же он грамотно называется. Цей фильм украинский хороший такой. Ну, еще советский там. Ну, дело в том, что грамоту. И когда он туда ехал, в селе люди зібрались. Ты же нам скажи цариці, чтобы у меня единственного сына забрали. Хорошо, баба Клау. Чи там, какую-то бабушку звали. Хорошо, я скажу. Їх даже не допустили до цариці. Они эту грамоту как-то передали. Приезжает он. Зібрались в село. Ну, как ты цариц? Да, хер, заходим. А цариця есть. Отаке не галушки. Цариця. Да, да. Цель его представлений не бачит. Ну, у него... Отаке не галушки есть. Ото ж цариця, да? А культурно? Да. Ну, чё ж культурно? Плюне и розитре. Плюне и розитре. Обалдеть, Витя, ты чё с такой страсти. Все, ребятки, ждем гостей.